Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца отваром из луковой шелухи, отваром из краснокочанной капусты. На нашем канале уже есть много вариантов окрашивания яиц без красителей, в том числе и луковой шелухой. Но сегодня я открыла для себя новый способ, который мне также очень понравился. Приятного просмотра! 25 граммов луковой шелухи промываем от пыли. Чистую шелуху заливаем водой комнатной температуры. У меня поместилось полтора литра. Ставим кастрюлю на огонь и варим луковую шелуху с момента закипания ровно 5 минут. Затем огонь выключаем и даем содержимому кастрюле полностью остыть под закрытой крышкой. В это время варим яйца. Помещаем их в кастрюлю, заливаем водой комнатной температуры и отправляем на плиту. Соль добавлять не нужно. С момента закипания варим яйца 7-8 минут. Потом опускаем их на несколько минут в холодную воду, достаем на салфетку и даем полностью остыть. Тем временем процеживаем отвар через сито и добавляем в него 9% столовый уксус. Из расчета 1 столовая ложка уксуса на 1 литр отвара. Дальше берем размягченное сливочное масло, смазываем кисточку, наносим на холодное яйцо мазки в произвольном порядке и опускаем в холодный отвар. Чем больше нанесем масло на яйцо, тем больше будет белых пятен. Такую процедуру повторяем со всеми яйцами, после чего оставляем их краситься от 1 часа до 24. Доставая яйца через разные промежутки времени, можно получить различные оттенки. Окрашенные яйца достаем из отвара, вытираем насухо бумажными полотенцами и смазываем для придания блеска подсолнечным маслом. Вот и все! Красивые пасхальные яйца готовы! Красить пасхальные яйца отваров из краснокочанной капусты. Используя этот натуральный краситель, можно окрасить яйца от светло-голубого цвета до насыщенного темно-синего. Приятного просмотра! Сначала готовим отвар. Берем небольшой вилок краснокочанной капусты. У меня весом 1 килограмм и 300 граммов. Режем его средними кубиками. Затем перекладываем все в кастрюлю и заливаем водой комнатной температуры, так чтобы уровень жидкости был наравне с уровнем капусты. Дальше отправляем кастрюлю на плиту и ждем пока закипит. С этого момента варим капусту на небольшом огне 15-20 минут. Капуста должна стать мягкой, а отвар фиолетовым. Выключаем огонь и даем отвару настояться под закрытой крышкой до полного остывания часов 5-6. Можно оставить на ночь. Дальше процеживаем отвар через сито и добавляем 9% столовый уксус. Из расчета 1 столовая ложка уксуса на 1 литр отвара. Теперь берем размягченное сливочное масло, смазываем краешек кисточки, наносим на вареное сухое холодное яйцо произвольные мазки и опускаем его в холодный отвар. Таким образом поступаем со всеми яйцами. Посуда должна быть такой, чтобы яйца лежали в ней свободно, не касаясь друг друга. Оставляем яйца краситься. Время окрашивания может длиться от 1 часа до 24, в зависимости от того, какой интенсивности цвет мы хотим получить. Чем дольше яйца находятся в отваре, тем темнее они становятся. Окрашенные яйца достаем из отвара, промакиваем бумажными салфетками и даем полностью высохнуть. После чего для усиления блеска натираем их подсолнечным маслом. Вот и все. Красивые, необычные пасхальные яйца готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.